всем привет привет с вами конова аня и на связи новинки каталога 14 2024 года часть 3 ура ура я до нее добралась наконец-то очень-очень рада и так сейчас мы с вами начнем конечно нас с вами в обзоре тени и так далее да будет очень много чего еще интересного ну для вас может быть и мало для меня много вот это все протестировать и посмотреть как она кладется на век и начнем мы с вами вот такой вот красивой помады которую я уже попробовала очень такой великолепный цвет на самом деле эта линейка не новинка она абсолютная не новинка но так получилось что в этой не новинки вышел один новый оттеночек который я уже протестировала поносила его немножко на себе и могу сказать что он очень такой классный и клёвый и очень красивый у него идет свет причем когда его наношу на обратите внимание на там если вот так вот по наносить то вот такая штука получается помада мягкая очень приятная на ощупь когда я наношу чувствуются легкие какие-то немножечко катышки но они до такой степени минимальной что вообще никаких нет проблем оттенок значит называется утонченный розовый с артикул 41 186 такая вот красотиша сзади меня товар еще не весь сняла и вот так вот эта красотка выглядит на вне вполне очень красивый цвет кладется суперски но на мой взгляд не растекается на я я ношу с утра как бы уже завтракала понятно нас кушалась то есть это обычная помада не супер мега там стойкая но вполне даже ничего не нравится в общем если честно цвет очень даже не обычный и прикольный что еще бы хотелось показать это вот такая вот суперская новинка сейчас перейдем к теням и это очень сильно необычная новинка это листовой порошок можно так сказать для очищения твердых поверхностей то есть это листы для очищения в упаковке до 30 листиков вот такая вот красота да видите такие вот листочки их тут ну 30 штук до довольно таки много я бы так сказала такая вот кучка и вот этими листочками с очень вкусным приятным ароматом аромат прям мега приятный свежести такой или можно мы практически все как указано ну мы помыли просто двери посмотреть до долго искать у нас грязь доме вот мы помыли двери посмотрели очень понравилось да вот как она растворяется в ведре начинает пениться слегка тихонечко он идет для легкой уборки можно использовать и пол листочка и для какой-нибудь там генеральной уборки целый листочек очень удобно с собой брать дорогу мега удобно взял там листочка в 5 и если хочется да там если квартиру снимаешь еще что то не надо никаких средств взял пробник средства для мытья посуды и 5 листочков все на неделю хватит уже в отпуске каждый день полы не моем до нас и дом то не бывает в отпуске они очищают загрязнения растворяются за три секунды универсальный для любых твердых моющих поверхностей подходят для мытья окон даже безопасно для домашних питомцев не оставляют липкости разводов вот у меня кстати кошечка мне важно что не безопасно для питомцев дарят легкий аромат свежести аромат реально очень приятный и вкусный и простая дозировка 1 2 листа равно 1 уборка ну или если там уже вы наводите побольше то на ведро одну я так понимаю вот тут указана дозировка растворите 250 малой воды и полученным раствором вымойте поверхности не написано что его нужно смывать для очищения поверхностей легкий удобно применение эффективно против пыли и уличной грязи и ежедневно засохших загрязнений моментально растворяется подход для регулярного очищения поверхностей мытья полов подоконников оконный храм уборки на кухне и ванной комнате комплекс сапонинов из мыльного ореха и квила и мыльной тензидов из растительных масел и комплекса образователя на основе лимонной кислоты с легкостью удаляет бытовые пищевые жировые загрязнения помогает собирать пыль грязь шерсть животных возвращает поверхностям первоначальный блеск и чистоту формула не содержит фосфатов красителей микропластика удобно хранить сокращает потребление воды и пластика полностью заменяет обычные жидкие средства для уборки но знаете я не поняла нужно ли его потом смывать или им просто можно помыть я так понимаю что им просто можно помыть и они не требуют смывания потом да вполне приятная штучка артикул 308 48 30 штук в упаковочке то есть максимально это ну примерно 60 уборок да то есть где генеральная там конечно целый листок кладете и сколько раз вы допустим в этом же тазике воду замените да если три раза то блин три листа три раза три листа получается ну или полтора листа да если поверхность небольшая менять будете часто в общем такая вот новинка очень интересная ну прикольно будет взять его с собой в дорогу и реально будет прикольно да вот так кинул да в какой-нибудь емкости разбулькал и все и кайфуешь все можно помыть перемыть всю пыль протереть и свежесть запаха будет и дома конечно тоже очень удобно никакой тип или жижи ничего откинул листок да в это же ведро для мытья пола и все и все у тебя уже моющий аствор через три секунды готов в принципе жидко тоже неплохо но она тяжело все-таки она идет в пластиковый тубе а тут как бы вот бумажная поэтому я конечно буду пробовать смотреть и уверена что мне понравится но в пустых баночках его конечно быстро увидите там посмотрим что к чему и как ну что ж вернемся к теням во первых у нас палетка тени для век и бровей вот такая вот красотка идет приемы с вами будем снимать самую самую последнюю также у нас с вами осталось две вот таких палетки конечно вот эти мини палетки шикарные пока что пока что мне не понравился только один тон вот этот вот сейчас я вам покажу вот он этот тон он у меня крошится и на века не очень-то ровно красиво кладется во втором обзоре посмотрите артикул 5127 все остальные пока что я в восторге до единственный оттенок который мне не подошел поэтому сейчас будем с вами еще раз смотреть еще раз разбираться и я надеюсь что все остальные мне понравится но он не и носочек кстати тут оттеночек тоже не очень понравился приходят они все в таких вот коробочках я показывала в первой части коробочка упакована еще в одной коробочке на то есть вот прямо вот прямо вот столько всего в общем ладно так ладно макулатура макулатурой да будем смотреть вот эту красоту лавандовая дымка очень красивый нюдовый оттенок высокопигментированный мне показался сейчас посмотрим как он на веках будет смотреться 51 29 и такой вот будем смотреть прям черный бриллиант это такой холодный холодный и в принципе они могут вместе я посмотрела легко сочетаться но что еще хочется сказать все полеты все полеты до единой между собой прям сочетаются мне кажется без разницы вы можете взять черный зеленый и допустим вот этот оттенок тут три оттенка великолепно великолепно почему бы нет вообще просто удобно и лаконично да все вот эти палеточки после не маленькие но их реально собой удобно когда ты держишь в руках палету больше вот вы знаете тут румян не хватает очень бы хотелось тут еще румяна так раз два и вот тут отдел уже какой кисточкой под румяна или какой-то более светлый оттенок мерцающий очень конечно хорошие тени но вот это подойдет как контуринг согласны то если вот это брови брови то это как контуринг подойдет и в принципе и тут под брови подойдет без разницы даму черный точно только на глаза тут есть кисточка типа для бровей для всего в общем ладно функционально конечно очень мега функционально и меня это радует и так ну что какой начнем всем салабин так тебе дох-тох-тох на какая попадется будем на выбор смотреть что у нас тут за красота снимаем сводчики раз матовый второй тоже матовый третий матовый на удивление кстати очень красивый такой светло бежевый оттеночек и четвертый ура ура он у нас с вами идет мерцающий и кстати мне понравилось как он на пальчик набрался вот этот четвертый вот хорошо блестеть такой вот хорошеньким давайте так опа очень мне нравится как переносится пигментирована знаете бывают такие тени покупаешь день в магазине да вот из-за оттенка они приходят какой-то мел мелом нет это великолепный просто оттенок как вы видите тушуется просто на ура здорово и чувствуется что не будут стойкие не будут скатываться сразу ощущение такое так ну что поехали набираются отлично переносится неплохо ну-ка пальчиком пальчиком вообще круто то есть можно сделать их пальчиком на или потом подтушевать у вас вот нежный легкий такой оттеночек или сделать посильнее вот как в каталоге но как там да сделано можно сделать посильнее и сверху и снизу и потом также подтушевать ну слушайте очень такой приятный оттенок и тенями уже добить потеплее похолоднее очень красиво да красивый такой оттеночек получился шикарный вот довольно так и прилично следующее у нас с вами идет вот такая красота неземная тоже очень красивый оттенок пальчиком тоже будет сильнее наноситься вот давайте его может быть в складку как подложку номер два положим на таким вот образом и не свека такой красивый теплый мне кажется такой даже персиковый оттенок получается ну вот как бы вот так да видите тут теплота тут холод такой классный очень хорошо пигментированные и очень здорово у них растушевочка прям пять с плюсом великолепно смотрится здорово ну что мы еще можем сделать это нанести сияшку на центр если хочется и вот тут в уголочек можно нанести сияшку и еще конечно можно нам нанести темный оттеночек да я также его сейчас протестирую кисточкой набираем я не стряхиваю и наносим смотрите он у меня упал полностью весь на щеку надо было стряхнуть ну это все поправимо если есть пудра так значит такой вот легкий оттеночек крошится ребят сильнее чем обычно вот и давайте снизу еще проведем на то есть таким вот образом он мне не очень то и нравится этот оттеночек ну как бы он упал на щеку но убирается легко то есть если вот не прозевать то он и не мажет и ничего то есть все великолепно тут вот конечно очень хорошо так хорошо давайте тогда попробуем его вот такой вот кисточкой по идее то старая кисть меня для консилера очень хочется притоптать его попробовать если его притаптывать то он прям хорошо идет ну то есть с ним тоже не переборщите вот и лот номер два теней которые мне не понравились и с которыми мне сложно ну вот еще возьму такую пушистую кисть может быть ей получится а ну да пушистой кисточкой все на веке и осталось вот почему я люблю большие кисточки все видите да все на веке остается великолепно но большими пушистыми кистями в итоге осыпается в итоге сложно вывести какие-то линии да ну сами понимаете поэтому линии мы будем выводить таким вот средством которое вот сейчас набираем сначала убираем вот это все что нам не нужно и потом стряхиваем и подтягиваем вот таким образом и у нас с вами появляется линии потом излишки пудры можно убрать обычной пушистой кистью то есть вот так вот уводим вверх и все никаких проблем нет как бы ну макияж такой то есть все хорошо все тени классные вот этот вот немножечко конечно у меня есть претензии к нему его нанести было сложно хотя в целом классный такой вариант нежный им вы не сделаете там какие-то стрелки и так далее и тут конечно стрелочка просится поэтому я сделаю ход конем и понадеюсь вот на эту красоту давайте это у нас палетка 56 760 тут прям смольный потеряю тут прям смольно смольный из черный такой вот оттеночек прям сильно черный так еще не пробовала давайте будем пробовать его и в уголок притопчем положим для большего для большего для большего удобства чтобы у нас взгляд то появился а то этим этими тенями они слишком светлые взгляд то сложно как бы до найти вот вот так слегка чуть-чуть маленечко и уже стало повыразительнее до глазика появился хотя бы какое-то выражение какой-то характер вот вот но также конечно можно и под водочку на то есть полностью вот я расслабила и он кстати и не крошится на мой взгляд вообще нисколько вот этот черный ну посмотрим в общем такая вот красота так вот так все сделаем посвежее глазик приподняли на этот прям вверх смотрит этот пока еще обычный ну и конечно же реснички под тенями их нужно подкрасить будет ну что ж давайте смотреть вторую палету тут тоже есть черный оттенок поэтому будем прям смотреть что тут к чему тут прям в каталоге ну у очень прямо такая женщина да что просят накрасить сильно при сильно я тут вижу два тона металлик светлый в уголочек положен как если смотреть как в каталоге металлик положен по центру и сверху вот эти два то есть мы с вами значит берем серый оттенок значит серым оттеночком мы его набираем и стараемся сделать ого ребят посмотрите какая пигментация ничего себе серенький да уж да уж черный тут точно не пригодится да уж посмотрите я точно серый взяла вроде бы да а какой же тогда черный ну давайте попробуем черный обалдеть черный у нас с вами прям чисто черный не из сеня не какой-то там он чисто черный ну-ка давайте его попробуем сюда положить так это черный чернее того черного то есть все видите совсем уже другой макияж то есть все палетки между собой сочетается на низ я такое конечно класть не буду так что понравилось не кучкуется как бы да не полосит не мажет ничего растушевываться дается великолепно сейчас посмотрим излишки убираются тоже великолепно проблем с тенюшками нету не пришивят на мой взгляд ну живую совсем нисколько не пришивят вот на камере может быть где-то я и допустила какой-то пробел так ну что ж видите морщинки вот они так вот кладутся но это связано с морщинками поэтому конечно когда мы черным пользуемся его надо дольше тушевать на молодом веке конечно темный цвет куда проще кладется ложится и куда проще потом его применять так значит значит вот тогда как в каталоге будем делать так потом там поверху идет кое-что замечательно очень черный черный вообще не пожалела что купила себе взяла как-то вот мне нравится такой черный чтобы он был совсем черным прямо вот великолепно да где какие-то излишки он кстати стейковатый этот черный поэтому лучше с ним не перебарщивать вот что я сейчас сделала какое для вас открытие ну приятный такой черный оттенок обычный причем черный очень нравится смотрится ровненько тушится хорошо это конечно на мой взгляд так дальше постараемся сейчас набрать на кисточку вот эти вот блестки ну как они у нас лягут так то по идее хорошо кладутся блестки их лучше конечно пальчиком но мне не всегда нравится пальчиком потому что хочется иногда и не марать пальчик но смотрите как они здорово кладутся и проблем никаких нет конечно пальчиком блестки вообще нисколько не осыпаются и проблему блесток не бывает но кисточкой тоже хочется попробовать потому что если блестки кладутся кисточкой цены нет этим теням это потому что большая редкость так смотрим да таким вот образом идет у нас с вами растушевочка так черный уже стал не таким черным на у нас с вами почти смоки айс так ну и берем подушечку все таки хочется попробовать светлый оттенок набираем его то есть вот этот вот светленький и кладем на века и кладем на века так и можно до центра растянуть высветлить можно сделать подольше чуть-чуть цикнулась на тоже не проблема так ну и вот тут высветляем как в каталоге то есть основание дело посветлее и потом тушуем ну что почти как в каталоге на прикольно получилось замечательно это была аня кононова и обзор новинок каталога номер четырнадцать